Всем привет! Сегодня хочу вам показать свой наряд дня. У нас очень жарко, вся косметика течет, по спине идешь так медленно, по спине все стекают струйки, я уже забыла, что это такое. Поэтому хочу вам показать косметику, которой я сейчас здесь пользуюсь, как я выхожу из положения, потому что тональные обычные средства, или пудры, или что-то такое, оно все просто утекает и куда-то затекает. Я этим вообще сейчас не пользуюсь. Короче говоря, покажу вам, как я сейчас крашусь. Крашусь минимально, украшения ношу минимально. Вы меня спрашивали уже, почему мало украшений, потому что как-то в Кишиневе мне не хочется, если честно, вот какие-то на себя вешать украшения, во-вторых, жарко, в-третьих, как-то, я не знаю. Я люблю, вот когда я хожу на работу, выглядеть хорошо, тогда я уже люблю украшения носить и делаю макияж, а здесь все так как-то на расслабухе. Короче говоря, так как такая жара, я наконец-то решилась и одела вот эти вот шортики, вот с такой вот маечкой. Маечка свободная, мне это очень нравится. Шортики очень легкие, легкая джинса, у меня еще есть другие, но те я одела, в них жарковато, они более плотные. Вот, я короткие шорты или юбки вообще не люблю, хотя фигура позволяет, но я вот так вот, в таком виде в Германии ни за что бы не вышла на улицу. Но когда вот такая жара, то знаете, это как-то оправданно и выглядит в тему, и не выглядит чересчур коротко там или некрасиво. Поэтому вот такие вот у меня шортики, маечка из украшений часы и вот такие вот сережечки, которые я покупала перед отъездом. Я думаю, что это спрессованная бирюза, вы мне тоже так написали, они серебряные, вот такие вот интересные. Косметики минимальны, видите, я только оформляю брови, слегка подчеркиваю нижнее веко подводкой. У меня здесь какая-то начинается странная аллергия, все время я чихаю и глаза начинают чесаться, не знаю, то ли на воздух этот, то ли без понятия. Вот, помаду сейчас вам покажу, я использовала вот эту, и в Сен-Лоран я сейчас постоянно ей пользуюсь. Это восьмой номер, она такая, знаете, очень приятная, уже осталось ее мало. Она вроде как блеск, вроде как помада, вот такой вот сиреневатый оттенок. На губах, видите, смотрится очень хорошо. Сейчас я здесь попробую вот так сделать. Видите, очень натурально, она мне очень нравится, наверное, я куплю себе еще такую, но уже, наверное, в следующем году. Вот, сейчас покажу еще другую косметику. Косметики я набрала, как обычно, кучу с собой. Пару раз красилась вот этими тенями, они старенькие, это изодоры. Такие, видите, натуральные оттенки. Пару раз красилась, когда не было так жарко. Сейчас, конечно, не крашусь. А вот эти румяна я вообще вам хотела посоветовать. Если вы где-то увидите косметику Лора Геллер или Лаура Геллер, пишется Лаура, говорят Лора, то присмотритесь, потому что это супер классная косметика. Вот у меня от нее вот такие вот румяна уже, наверное, пару лет. Видите, тут уже виден конец. А вот здесь еще много всего, отличные, настолько натуральные и на лето, и на зиму. Вот такой вот номер Этериал Розе и Сатин Орхид. Что-то такое, 9 грамм, но их хватает, конечно, очень надолго. Вот, и по оттенку, сейчас вам покажу, отлично сочетается вот с этой вот помадой. Ну, что ж такое-то. Вот, видите, она такая вот тоже сиреневато-розоватая. Выглядит очень натурально. Тут, что мне нравится, видите, в розовом есть немножечко блесточки такие. В сиреневом блесток нет. То есть не блестки, вернее, а шиммер, я уже совсем. Блесток здесь нет, но чуть-чуть шиммер. То есть их используешь, уже не нужен никакой хайлайтер, не надо там заморачиваться. Вот, самый мой сейчас актуальный продукт, чем я сейчас пользуюсь, это, сейчас момент, Биоминералс. Я их не советую, вот эти пудры, потому что они все-таки, вот так вот все это называется, видите, SPF 20 Foundation спрессованная, номер R250. На лето это хорошо, потому что это натуральные, чистые, в смысле, минералы, больше ничего здесь нет. Но вот этой пудрой очень легко переборщить, и тогда у вас будет, знаете, такое запудренное лицо, и эффект какого-то персика, вот такого волосатого и припудренного. Поэтому, вот единственное, что мне в ней нравится, это то, что это минералы, и то, что она для моей смешанной комбинированной кожи, вот на лето, самое то. Вот, ее нужно совсем чуть-чуть брать, тогда будет все нормально. Я вот набираю вот такой вот кисточкой. Она очень приятная, спрессованная, кстати, вот эти минералы спрессованные виноградным маслом. Вот, и запах такой виноградный. Короче говоря, вот такая вот вещь. Я привыкла вот в Молдавии летом, вот когда совсем жарко и все течет, пользоваться именно вот этой пудрой. То есть это как тональная основа в виде пудры у меня. Вот, пудрой еще сверху я уже не пользуюсь, хотя взяла с собой спрессованные метеориты, но, если честно, мне их здесь даже жалко использовать. Вот, румяна наношу вот этой вот кистью беличий хвост. Очень она мне нравится, не жалею, что ее взяла с собой. Мягкая очень и распределяет она румяна вот так, как надо. То есть никогда у вас не будет там пятна такого. Иногда вот пользуюсь вот этим вот закрепителем для бровей, да, чтобы брови держали форму, но не всегда от L'Oreal. Неплохая вещь. Использую вот такой вот корректор под глаза от L'Oreal. Perfect Match. Карандашик от Catrice для бровей. Вот им я пользуюсь каждый день. Ну и моя подводка черная от L'Oreal. Тут взяла с собой кисточки для теней. Взяла вот такие вот тени с собой от Judith Williams. Очень красивые. Сатиновые, розовые и с таким сиреневатым. Вот они. Но сейчас здесь не пользуюсь. Куда? Какие тени? Когда жара, все течет. И потом мне не нравится, знаете, когда такие вот шорты, какая-то маечка летняя и такой макияж тяжелый. С тенями там, со всеми делами. Зачем? А это у меня от Chanel Vita Lumiere Aqua. Вот в таком вот рефильчик. Вот они. Тональная основа очень плотная. Но я этим пользуюсь, знаете, как корректором. Когда у меня какие-то там пятнышки, там красные или что-то, можно вот ей все замазать. Вот этой вот основой тональной. Ну и все. Вот этим я сейчас не пользуюсь. Взяла с собой праймер. Кстати, хорошая вещь. Ник Асфальт. Не знаю, продается где-то или нет. Взяла с собой вот такие вот тени. от Dior. Голубые. Не пользуюсь. Взяла вот маскару. Не пользуюсь. Короче говоря, базу под тени от Art Deco надоедает. Она меня уже прям вот нервирует, потому что не нравится. Она мне, надо будет мне купить нормальную, знаете, от от как же это? Urban Decay. Вот там хорошая вещь. Один раз заплатить, но чтоб была. хорошая основа. И вот это вот от Art Deco меня бесит. Просто уже какая-то замазка тяжелая. Вот. Точилочка. Ну и все. Здесь какие-то там мелочи остались. Вот такой вот у меня корректор тоже уже много лет. Я этим не пользуюсь. Ничем. Вот показала вам, чем я пользуюсь. Если вам интересно, пишите. Я вам покажу еще и расскажу о своих кремах, об уходовых средствах, спреях и вот этим. Ну, в общем, об уходе. Мы сейчас с мамой пользуемся здесь. Потому что здесь, конечно, очень сухая такая, сухой воздух, жара и все средства, все крема просто уходят куда-то в кожу, впитываются. Сколько здесь ни намажено, лицо будет все время мало. Вот. Но я могла бы вам такое видео снять. Так что пишите, хотите, не хотите, про уходовые, про сыворотки, крема там и так далее. Все. Я с вами прощаюсь. Побежала в магазин. Всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok